Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Вот эта эпопея из группы B2, она завершилась, их отправили из Таиланда в Израиль. Вот, конечно, наглость людей не имеет никаких границ. Когда ты слушаешь, смотришь то, что они говорят, хочется подойти и спросить, друзья, а как же Россия, которая дала вам всё? Они заявляют, мы не россияне, в России мы больше не будем, это заказ. Давайте посмотрим. С тем, что я завелитянин, моя страна помогла мне стать самостоятельным, и моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту. Вернятесь в Россию? Нет, я в России уже больше не буду. Хочу сказать огромное спасибо во всей команде, которая нас выручала, это в первую очередь израильское консульство Эли, фамилию Киснен. Да, замечательный парень, который нас вызвал, австралийское посольство, посольство лица Пилова, потому что они нас отбили, конечно, очень сильно. Ребята из Америки. Говорили о том, что это русский след, что русское консульство специально заказ на группу Би-2, чтобы нас экстрадировать в консультации в Россию. Для чего? Ну, сами понимаете. Вот, друзья, вы сами все слышали. Поразительная наглость, хамство. Вы знаете, вот тот товарищ, который их защищал, там, как-то я не помню его фамилию, даже он, кто защищал их, я видел его интервью, он говорит, ну, конечно, они нарушили закон. И вот этот вот товарищ, солист, Лёва Шура этот говорит, что да, мы нарушили закон, но несоизмеримое наказание было. То есть, они признают, что в плане проведения концерта они действительно нарушили закон, связанный там что-то вот с разрешением на работу или так далее. Так вот, товарищ, который их защищал, говорит, ну, всегда проще на Россию свалить все, да, сказать, что это русский след, там, и так далее, русский заказ, заказ из России, нежели чем сказать, что ты пытался уклоняться от уплаты налогов с концертов, которые там проводились, да. Ну, то есть, люди приехали отдохнуть, заварганили концертик, сделали все, нежели чем это там рабочая какая-то вещь. Якобы они непосредственно перед концертом узнали и поняли, что у них что-то не так с документами. Все они там знали, я уверен. Самое главное, что сейчас они говорят, что спасибо Израилю, спасибо моей родине, которая сделала все, которая, так сказать, там, это заказ России. Ну, во-первых, я думаю, что больше делать нечего, как и Нагин Галкин набивает себе цену, так и эти товарищи, чтобы Би-2 группу, страна Российская Федерация, величайшая страна, великая страна с тысячелетней историей, пыталась их куда-то там договориться, чтобы их вывезти из Таиланда в Россию. Если бы хотели, собственно говоря, каким-то образом их вывезти, мне кажется, их бы из любого места, из любой гостиницы, из любой страны вывезли бы и привезли сюда. И никаких проблем бы не возникло с этим. Они никому не нужны. Все вот это вот говорение, с моей точки зрения, это исключительно набить цену перед заокеанскими кураторами, которые выделяют печеньки. И важность, важность себя, что вот мы такие, что надо же вот Россия пыталась, так сказать, качать, чтобы нас отсюда. Дипломаты российские, наоборот, говорили, что если за помощью обратятся, мы им поможем. Не обращались, шут с ними, что называется. Но им надо было, им надо было педалировать эту ситуацию, чтобы рассказать, что как Россия за ними гоняется, как они важны. Ну, потому что чем ты более важен, да, тем, собственно говоря, больше денег за океанские, тем больше печенек за океанские хозяева, видимо, выделят. Поэтому это все прекрасно понятно. Ну, а если у людей нет совести с точки зрения того, что они в России вскормлены, в России им все дали, российский слушатель сделал их знаменитыми, популярными. И они даже не упоминают абсолютно никак Россию, ну, потому что это сейчас им не нужно. Подождите, придет время, придет время, когда они будут говорить о том, что только в России, да, мы это все говорили там. Но оно обязательно будет, оно обязательно будет. Для них, потому что так будет удобнее. А сейчас им удобнее делать вот так. Россия все дала им. И люди просто взяли, отвернулись и поехали. И сказали спасибо, мы точно не жили. Это, знаете, как мама, которая будет воспитывать тебе там 20 лет жизни. Потом ты уедешь в институт поступать, да. Там выбишься в люди, где-то еще будешь жить за границей и скажешь там, я здесь родился, здесь живу, мама у меня вообще. Я там не был никогда, я ее не знаю. Вот, вот ценности людей, понимаете. Ну, собственно говоря, здесь говорить не о чем. Это омерзительно, это ужасно. Что вы думаете на все еще, друзья? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал кому-нибудь. Вообще цирк устроили из этого, Би-2. И цирк устроили с этим их освобождением. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Если вы предприниматель, бизнесмен, талантливый человек, хотите, чтобы он узнал как можно больше людей, наоборот, не хотите терять десятки тысяч новых клиентов, которые уже сегодня могли стать вашими. У меня для вас есть интересное предложение на моем сайте Будда Гришна точка ком, посмотрите, послушайте, пишите, если заинтересует. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна новости, новости 24 на 7. Фото, видео, хроника, всего того, о чем мы здесь говорим, политика с моими комментариями, все самое интересное. Из сети в одном месте, телеграм-канал Будда Гришна новости, приходите, я вас сегодня там обязательно поприветствую, там встретимся. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Продолжение следует...